Добрый вечер, друзья! Рад вас всех снова видеть. Сегодня четверг, 18.30 вечера по Москве, а значит, сегодня мы поговорим про Red Fox Elbrus Race, про долгожданный старт, который мы все очень ждем. Он состоится уже в эти майские праздники, совсем немножко остается до этого события, буквально месяц, и мы встретимся все дружно там, большой беговой тусовкой, не только беговой, но и альпинистской. Сегодня у нас в прямом эфире Мария Толоконина. Это выдающаяся спортсменка, заслуженный мастер спорта России по альпинизму. И сейчас я хочу добавить ее в наш прямой эфир. Давайте поп***ем ее соединиться к нам. Вот-вот, Мария должна присоединиться. Мария, привет! Привет! Как меня слышно? Отлично, хорошо. Здорово! Друзья, с нами в прямом эфире сегодня Мария Толоконина. Это невероятная спортсменка, многократная чемпионка мира и Европы, и России по ледолазанию, верно? Да, все верно. Великолепно. Ледолазание – это, насколько мне известно, дисциплина альпинизма, поэтому твои звания заслуженный мастер спорта и мастер спорта международного класса именно по альпинизму, так? Так и есть, да, все правильно. Отлично, Мария. Скажи, пожалуйста, как вообще тебя занесло в скайранинг и как ты решилась на то, чтобы покорить высшую точку Европы? Ну, наверное, ни для кого не секрет. Я сотрудничаю с компанией RedFox. Они мои основные спонсоры. Это самое главное. Уже на протяжении длительного периода моей спортивной карьеры я как спортсмен выросла именно с этой командой. Уже 16 или 17 лет мы вместе. И вот в 2017 году мне первый раз было предложено поучаствовать в таком забеге, хотя опыта такого у меня нет вообще. Я для общей физической подготовки использую бег, но именно скайранинг, чтобы бежать в гору плюс на высоте, для меня это было впервой. Я, конечно же, согласилась. Я за любой новый опыт, для меня это расширение собственных возможностей, и мне очень хотелось попробовать. Вот так я туда и попала. То есть это был 2017 год? Да, это был первый раз участие. Первый раз. То есть ты уже несколько раз участвовала? Я еще в 2018 приезжала, и как раз в 2018 мне удалось подняться наверх Эльбруса. Не в рамках фестиваля, а накануне, за несколько дней была совершена попытка, и удачно погода располагала, мы поднялись. Великолепно. Вот скажи, пожалуйста, насколько важно вообще, как ты считаешь, ну и для тебя в частности, для участников, зайти на вершину в рамках забега? Это как бы сама цель или это бонус? Для меня это был бонус 100%. Я думаю, что для участников тоже. Все же зависит в любом случае от погоды и от того, как поведет себя организм. Для меня было шоком. Я не ожидала, что будет со мной, и столкнулась с большими проблемами, когда шла наверх. Ну вот именно от высоты, какие-то были большие недомогания, для меня это был новый опыт. Но сложилась погода хорошая, как-то вот потерпела, получилось подняться. То есть не было такого, дойду в любом случае, буду там до последнего терпеть. Конечно, все было осознанно, аккуратно. И получилось и получилось, и супер. А к примеру, вот что ожидать участникам? Что может случиться со здоровьем? Какие ощущения вообще-то? Мне кажется, это так индивидуально все. У меня лично были головные боли большие. То есть я с собой брала обезболивающие какие-то лекарства. Но это уже конкретно не на вертикальном забеге, да, не на километре. А вот конкретно, когда на вершину поднимались. Были проблемы с желудком. То есть для меня тоже это было шоком. Потому что я вообще здоровый спортсмен. Нету никаких таких серьезных проблем. Поэтому я этого не ожидала. Но брали с собой минимальную какую-то аптеку. Даже вот на подъем, когда наверх шли. Как бы действительно ожидали, что может что-то произойти, что-то случится. Но не знали. Это был первый опыт вот такой. То есть какие-то все равно должны быть с собой небольшие таблетки. Там обезболивающие, может быть, для живота что-то. Это был твой первый опыт на такой высоте, получается? Да, да. Несмотря на то, что у меня заслуженный мастер спорта по альпинизму. Но это конкретно в виде ледолазания. В горах я была в первый раз в своей жизни серьезных на высоте. А где, на какой высоте обычно проходят чемпионаты мира, Европы по ледолазанию? Максимальная высота это в швейцарских альпах. У нас городочек такой, садский горнолыжный курорт. Это 200 небольшим. То есть мы участвуем не выше. Соответственно, мы и это ощущаем. А тут получилось подняться на 5600. Поэтому это было очень-очень ощутимо. Понятно. То есть даже, я думаю, зрители сделали такую вот заметочку, что даже профессиональные спортсмены, серьезные, готовые, все равно испытывают, какие-то могут испытывать недомогания на высоте. Конечно. Нехватка кислорода, она очень сильно сказывается. Я вроде себя чувствую таким сильным спортсменом, и функциональная подготовка хорошая. Но оказавшись на высоте, я сильно просела по физическим параметрам. То есть я пострадала, думала, что я буду лучше себя чувствовать. Оказалось, не так. Еще раз хочу поприветствовать всех наших зрителей. У нас в прямом эфире Мария Толоконина, многократная чемпионка мира, Европы, России по ледолазанию. И вот она сейчас делится с нами опытом восхождения на вершине Эльбруса в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race. Да, мы сегодня четверг, мы говорим о фестивале. И ты также упомянула о том, что во время восхождения ты испытывала сложности, но тем не менее у тебя была мотивация зайти. Есть ли какие-то признаки, по которым ты могла бы определить, что все, хватит, надо разворачиваться? Или ты бы все равно зашла, несмотря на все сложности? Я думаю, что есть в любом случае. Наверное, это какая-то, может быть, потеря самообладания. То есть ты начинаешь плыть, ну, грубо говоря, да. Вот такие вот, наверное, какие-то ощущения, когда ты останавливаешься и не можешь там себя продолжить идти дальше. На самом деле вверх были ощущения неприятные. Мы еще накануне пробовали немножко подняться, небольшую делали акклиматизацию. Я как бы это все прочувствовала заранее. Вот при спуске вниз, когда уже с Эльбрусой спускалась, я почувствовала себя намного хуже. Но так как это уже спуск вниз, вариантов нет у тебя, то как бы уже в любом случае тебе надо спускаться. Там приходилось и останавливаться, и присесть, потому что вело, мутило, немножко так было неприятно. Но то, что ты уже идешь вниз, уже как бы немножко это облегчало. Ну, конечно, если бы по пути вверх я ощутила какие-то более серьезные проблемы со здоровьем, остановилась бы в любом случае. То есть не было безбашенной такой мысли идти, и все, нет, ни в коем случае надо очень осознанно, аккуратно. Но очень нам хорошо повезло, что мы поднимались в хорошую погоду, солнце светило, и вот это отвлекало от мысли, что тяжело идти. На самом деле горы я очень сильно люблю, потому что много путешествуем по стартам, тоже бывают они в основном в таких районах горных и горнолыжных курортах. Я, конечно, от этой всей красоты при Льврусе просто кайфовала. Я еще плюс ко всему была там первый раз, для меня это все было впервой. Ну, сама атмосфера, это вообще непередаваемо. То есть тут прямо надо окунуться в это, чтобы понять, и, наверное, оно цепляет, потому что мы приезжали еще раз, соответственно, не один раз ездили на этот старт. Очень интересно. Да, вот по поводу атмосферы, ты прям очень точно заметила. А где именно ты окунулась в эту атмосферу? Где ты жила? Вот про быт расскажи немножко тем, кто приезжает впервые. Мы жили на поляне Азау, вот прямо рядышком с станцией горнолыжной подъемника. И первый, и второй раз. Сама атмосфера очень спокойная, дружелюбная. На самом деле, получается, мы приехали не в свою тусовку, мы не скайрайнеры. Ну, я ездила с мужем, и друзья у нас тоже, спортсмены ездили. Но атмосфера очень такая общительная. То есть легко находишь язык, даже если ты приезжаешь незнаком ни с кем. Для нас это было удивление, потому что мы были первый раз в этой тусовке. А когда в сам день старта, вот особенно вертикальный километр мы бежали, и вот эта вся подготовка, волнение, для меня оно знакомое, потому что перед каждым стартом у любого спортсмена есть волнение. Оно и здесь было, соответственно. Тем более, тут еще что-то новое было, мы не понимали, как будет проходить. Когда мы пришли на старт, на поляну Азау, перед вертикальным километром, вот эту вот толпу людей, которые все собираются идти сейчас вверх по общему старту, тут, конечно, такой мандраж. И вот этот вот заряд, энергетика, вот это вот ощущения просто суперские были. Очень приятно, интересно. И, наверное, как минимум еще раз я точно собираюсь поехать. Отлично. Первый раз в 2017 году. Кто советовал тебе экипировку или как ты узнавала про экипировку, что нужно иметь при себе и так далее? Ты советовалась с кем-то или просто читала в соцсетях RedFox? Советовалась, советовалась со спортсменами, которые скайранеры. Мне кто-то из друзей посоветовал, кому можно обратиться. Но и в любом случае мне было проще всех, наверное, обратиться к компании RedFox, потому что они специализируются и на такой одежде тоже. И многие вещи, как раз которых я бежала, я использую постоянно в жизни в обычной, потому что бегаю на лыжах, катаюсь на горных лыжах, просто бегаю, езжу на велосипеде. В принципе, они все универсальны. То есть вот конкретно я бегала в брюках, которые, получается, ветрозащитные, потому что погода тоже надо смотреть, какая будет погода, конкретный день. И очень было хорошо в брюках мульти женских. В них же я бегаю и на лыжах, в них же я катаюсь на велосипеде в прохладную погоду. А сейчас у RedFox как раз вышла новиночка. Вот использовала я в этом сезоне. Я думаю, что в ней бы я побежала, если бы снова стала участвовать. Это брюки мульти. Вот прямо идеальный вариант, потому что все-таки еще и снег, и прохладно. То есть они не дают ни замерзнуть, ни продуваются. Это лучший вариант. Так, со штанами, с брюками определились. А наверху у тебя что было? Термобелье, причем тоже погода была не суперхолодная, поэтому я брала самый легкий вариант термобелья. Актив лайт. Но если чуть-чуть попрохладнее будет, можно и средний взять. Актив нит. То есть у меня все есть варианты. Я использую в лазане и тонкое термобелье, и потолще. Тоже в зависимости от погоды. Потому что она у нас меняется. Зимний вид спорта, она то чуть теплее, то чуть холоднее. И легкая курточка, либо актив шелл у Red Fox очень удачная. Тоже от ветра защищает от снега. Вот самый, наверное, такой идеальный вариант. И еще что из того, что у меня было, это палки в руках. Может быть, ну, баф на голове, если кто привык уши закрывать. Кто-то шел без бафов, без шапочек. Отлично. Спасибо большое. Вот тут нам сейчас в прямом эфире прям задают вопрос. Сейчас расскажите о рюкзаках. Был ли у тебя рюкзак? Ну, наверное, да? В связи с тем, что обязательное снаряжение нужно с собой нести. У меня на вертикальном километре был небольшой на пояс маленький. Там, ну, какие-то у меня, может быть, там перчатки дополнительные лежали. А вверх, когда мы ходили на Эллибрус, конечно, был небольшой рюкзачок. У Рудфокса тоже есть, они сами по себе легкие. Там было утепление, то есть это тонкая пуховка, которую я одевала, когда поднималась выше. Ну, и дополнительно какие-то с собой небольшой термос чая я несла. Сам подъем на Эллибрус, он у нас был достаточно быстрым. То есть мы не планировали там долго идти, останавливаться. Мы хотели сделать все быстро. Я шла в легких кроссовках Innovate, использую Rocklight. У них хороший протектор. А чуть выше одевала уже кошки на резинках. Ну, вот эти, которые используют на кроссовке. И в них я доходила до самого верха. То есть сразу же, как поднялась, буквально там 5-7 минут, какое-то видео, фото и пошла вниз, чтобы долго не стоять, потому что одежды не было такой, чтобы там остановиться, посидеть. Вот, сразу вниз. Ну, если говорить про подъемные на Эллибрус наверх, наверное, тут надо использовать термобелье и вверх, и вниз уже что-то посерьезнее. То есть, ну, на вертикальном километре такого не надо, а наверх – да. А ты стартовала с бочек или снизу, с поля на зал? Нет, я с бочек. Это, причем, проходило все накануне. Мы бежали не в сам забег, когда вот прям фестиваль был. Мы в нем не участвовали. Участвовали только в вертикальном. Мы переночевали накануне на бочках. И, по-моему, в 5 утра самостоятельно вышли наверх. То есть, это была такая попытка самостоятельного подъема, которая удачна оказалась. Отлично, отлично. Еще хочу поинтересоваться. У тебя вот такой достаточно силовой вид спорта, насколько я понимаю. А часто ли ты бегаешь вообще, или ты не включаешь такие тренировки? Нет, я использую. Использую функциональную подготовку и бег, и, получается, лыжи и велосипед. И вот как я готовилась к Red Fox или Bruce Race, когда узнала, что тут участвовать. Месяца за полтора, наверное, я точно приняла решение, что все, еду. Так как живу я в городе Киров, в город у нас больших никаких высот нет. Единственное, это горнолыжный склон. Он где-то 200-250 метров в длину небольшой. И поэтому я по нему начала ходить вверх-вниз, вверх-вниз, раз по 10 туда-сюда. Либо просто бегала по равнине. Ну, километров, может, 5-10. Ежедневно, кроме выходных. Все это я сочетала плюсом со своими тренировками. Поэтому больше я не могла делать, мне было бы тяжело. И приехав туда, я, конечно, ощутила, что мне этого маловато. Надо бы побольше было. Но ты, когда едешь первый раз, не ожидаешь, не понимаешь, что будет. Потом уже делаешь выводы и понимаешь, к чему дальше готовиться. Но на самом деле я считаю, что первое мое участие прошло неплохо. То есть я зашла вертикальный километр за час 25. И стала где-то 42-й из 75 участников. Это вот прям первый-первый подъем, не тренируясь на равнине. Нигде не высота. У меня не было такого подготовки специальной. То есть, в принципе, все реально. Если даже человек непрофессиональный спортсмен, ради удовольствия принять участие. Я была шокирована, потому что, когда дали старт, вся вот эта вот толпа людей, особенно первая часть, очень быстро начали идти. И я попыталась немножко темп поддержать и пойти быстрее. Для меня это была большая ошибка. Потому что такой темп выдержать мне было трудно. Надо было сразу же снизить его и идти на своем. То есть я получила сразу же дышку. Мне было тяжело дальше восстановиться. И как бы чуть-чуть сбавила. Но, в принципе, шла ровно, одинаково. Нигде почти не ускорялась. Только вот под самый финиш уже, когда вертикального километра, там уже, конечно, добегало. Там уже эмоции зашкаливают. Тебя все встречают, кричат, поддерживают. Это вообще супер. То есть важно не стартовать быстрее, чем ты готова, получается. Это сто процентов. Вот это была моя ошибка, которую нельзя допускать. Да, нужно стартовать спокойно. Лучше, если ты чувствуешь потом, что ты можешь ускориться, тогда можно чуть-чуть ускориться. То есть не переборщить изначально. Понятно. Еще какие-нибудь советы или такие инсайты, которые ты могла бы дать нашим участникам и тем, кто смотрит сейчас видео? Наверное, в любом случае на позитиве оставаться. Тяжело будет идти. Мне кажется, всем тяжело идти. Просто как ты настроишься. Кто-то идет с музыкой в ушах. Кто-то просто идет рядом, слушает, смотрит по сторонам. Потому что погода, я надеюсь, повезет. Будет все отлично. И виды вот эти вот, которые, они отвлекают, на самом деле, когда тебе сложно. Не надо думать о том, что тебе тяжело. Просто шагать, шагать, шагать и понимать, что вот-вот-вот-вот и вот настанет уже финиш, и ты дойдешь, и все будет отлично. Самое главное – это настрой. Но это в любом виде спорта. Отлично, спасибо большое. А еще можно у тебя поинтересоваться по поводу восстановления? То есть многие же бегут и вертикальный километр, и потом второй старт до вершины. Какие советы можешь дать? Вот что делать, допустим, после вертикалки, что сразу, что на следующий день? Ну, лично, наверное, из своего опыта. Конечно, не лежать все время. Немножко отдохнуть, полежать надо. Но прогуливаться спокойно, дополнительно никаких физических нагрузок не брать. Хорошо. Кушать восстанавливаться, отдыхать, гулять, постараться лишние силы не тратить, поберечь на следующую гонку. Вот так вот, наверное. Как ты смотришь на восстановительные процедуры в виде массажа и бани? Если это есть, то я думаю, что это стоит использовать. Но, конечно, баню не накануне. То есть не надо сильно расслабляться накануне гонки. Потому что тяжело будет на расслабленный организм бежать. Если есть в запасе два денечка, тогда можно за два дня баню массаж. Отлично, отлично. Спасибо тебе большое за такие инсайты. Ребята, еще раз напомню тех, кто к нам недавно присоединился. Мы сейчас в прямом эфире с Марией Толокониной, заслуженным мастером спорта и МСМК по альпинизму. Мы как раз чемпионкой мира и Европы по ледолазанию. И мы обсуждаем забег на высшую точку Европы в рамках RedFox Elbrus Race. Если у вас есть какие-либо вопросы, мы будем готовы ответить на них в прямом эфире. Поэтому, пожалуйста, пишите. Прямой эфир будет записан. Поэтому можно будет его прослушать в дальнейшем. И также хочу напомнить, что регистрация на забег по-прежнему открыта. Она будет открыта до 15 апреля. И можно будет также зарегистрироваться на месте, но без гарантии всего с полного стартового пакета. Но, тем не менее, вы сможете принять участие. И еще хочу напомнить, что всем участникам и волонтерам действует 30% скидка в магазинах RedFox и PlanetaSport. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. Ждем вас на старте. Мария, ты в этом году как? Приезжаешь? В этом пропускаю. Нет. В этом готовлюсь к скалолазному старту. То есть, продолжаю участвовать в скалолазных соревнованиях. Удается раз в год совместить со своими ледолазными стартами. Поэтому сейчас в процессе подготовки туда. Вот оно как. Где будет, когда? Будет в Тюмени в конце апреля. Этап Кубка России. На трудность участвую. О, отлично. Ну что ж, желаем тебе удачи. Тут вот, пока мы с тобой разговаривали, появился вопрос. Что покушать утром? Для меня, наверное, самое главное, никаких сюрпризов организму не устраивать. Вот как в обычной жизни, перед обычной тренировкой вы кушаете, наверное, надо привычную еду. Конечно же, чтобы были углеводы, чтобы было на чем работать организму. И лучше запасик какой-то небольшой, чтобы был, и с собой что-то немножко перекусить. То, что удобно во время подъема, если вообще организм сможет кушать во время подъема. Потому что я брала на Элебру с собой какие-то гели, перекусы. Есть я не могла вообще. Я пила только горячий чай с сахаром. Все. То есть еда в меня по пути никак не заходила. Вот да, я хотел как раз узнать по поводу твердой пищи. На подъеме желудок, возможно, даже может и не работать, и не хочется, да? Никакую я вообще ничего не хотела. А на спуске тем более. Там вообще было тяжелее, чем на подъеме было на спуске. Уже, ну и усталость уже сказывалась. Потому что за короткое время совершили подъем. Сразу начали спускаться вниз. Плюс опыт первый. Не понимала, что будет происходить с организмом. Вот узнала. Отлично, спасибо большое. Ну что же, друзья, если вопросов больше нет, поблагодарим Марию. Почему нет в наличии палок? Ну, это вопрос уже больше не к нам, а непосредственно к RedFox и Планета Спорт. Можете написать сообщение. Я думаю, что мы ответим вам лично уже. Еще раз поблагодарим вас. Смотрите, не отпускают вас. Не отпускают. Пользуйтесь ли вы средствами для защиты одежды и снаряжения? Ну, в любом случае, самое такое снаряжение важное, стираю специальными средствами, да? Если это имеется в виду. Если имеется в виду обрабатывание одежды, то кроссовки частенько обрабатываю водоотталкивающими материалами. Это, да, это используют. Это технологично, удобно и продлевает срок службы вашего снаряжения. Вашего снаряжения, одежды. Отлично. Ну что, желаю удачи на предстоящих стартах. Хорошего сезона. Спасибо. Всем удачи. Спасибо еще раз. Спасибо еще раз, что присоединилась. Всего доброго. Я прощаюсь. Мария. Всего хорошего. Друзья, с нами была Мария Толоконина. Спасибо вам огромное за то, что были с нами в этот четверг. Ждем вас в следующий четверг, также в 18.30. Вам тоже желаю всем успехов на стартах, на тренировках. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok